Афганистан это будет площадка для терроризма, для радикализма, и это будет очень большая территория для выращивания мака, производства наркотики и прочее другое. Талибан продолжает проявлять агрессию. Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ведущие страны мира все больше нацелены на защиту Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Делегация США 10 октября встретится с высокопоставленными представителями радикального движения Талибан в Дохе. По информации, эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана. Делегации из США, чиновники Госдепа и представители разведсообщества. Представители США, по данным, постараются оказать давление на талибов с целью обеспечения безопасной эвакуации оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождение удерживаемых талибами американцев. Эта встреча не о признании или подтверждении легитимности. Мы остаемся на ясной позиции, что законность еще нужно заслужить действия. Встреча – это продолжение прагматической работы с талибами, цитирует журналист агентства представителя администрации. Также этот представитель заявил о том, что будут вестись переговоры о созданной ситуации между Талибаном и Таджикистаном. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Гоцент Института общественных наук при президенте Российской Федерации Сергей Демиденко прокомментировал заявление одного из лидеров талибов, Махди Арсалана, возглавляющего пограничные с Таджикистаном районы страны, о том, что Афганистан готов к полномасштабному вторжению в бывшую Советскую Республику, которая якобы вмешивается в дела Афганистана и его политическую систему. При этом, по данным СМИ, у границ Таджикистана уже скопилось много боевиков талибана. Кроме этого, туда переброшен специальный батальон смертников. Полномасштабное вторжение невозможно, высказал эксперт свое мнение. Обстановка влияет так. Очень многие говорят, боятся, что будет военное нападение. Военное нападение никогда не будет. Ни в одной стране, если чисто сами талибы, без вмешательства других стран, без помощи других стран, но никогда у них нет такого силы, чтобы они могли напасть, допустим, на территории Таджикистана. Добавив, что все заявления талибов нужно рассматривать в контексте идеологии построения глобального халифата. По мнению Демиденко, талибы могут часто заявлять о священных войнах и экспансии, но это не значит, что они всерьез готовятся к войне с другим государством. Он подчеркнул, что сейчас для талибана важнее разобраться с проблемами внутри Афганистана, а для внешних войн у них просто нет ресурсов. При этом президент Таджикистана Рахмон ранее в своем заявлении указал на исходящую из Афганистана опасность. В стране ведется подготовка к этому возможному противостоянию. А угроза большая от них какая? Они вербуют, зомбируют молодежь в радикальный ислам. Единственный путь, который они могут причинить вред центральноазиатским странам, в том числе Казахстан, это путем радикального ислама. Как вы думаете, насколько это возможно? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok